что ребята давайте еще не чай попили тем не менее пока будем здравствовать друг друга Наталья здравствуйте брат здравствуй Маградов здравия Бухтияров привет из Кангстана Марина здравствуйте Зоя добрый день Эльвира добрый вечер в Башкирии Муза добрый день Шелкунова так добрый день Валерий Константинович в этом году у всех абрикосов и привитых и сеянцев очень сильная комедия течения сеянцев меньше привитых очень сильно несколько деревьев только без комедии деревьям 4-5 лет как прекратить комедия течения как кажется сильная комедия течения и дальнейшее существование я первый раз толпываюсь с такой проблемой дополнение деревья не обрезал никогда так где эти абрикосы мои или нет где-то тут ниже допишите пока я пока пропущу вот Михаил Свинин всем привет здравия Смоленской области Викулов этой весной расколол 10 косточек абрикоса так скажите Анатолий вы их использовали для лечения или просто чтобы сильно много было вы их выбросили раскололи убедились что все они живы сухих нет так как же это видео то не помню что видео ну конечно вы не все 110 на видео кололи давайте разбираться если она под рукой вас давайте еще раз может быть тоже гостевой пожалуйста разместите это очень важно вот и очень нужно что сухих нет это очень здорово мне поможет другое дело что мне интересно зачем их портили если вы их ели эти самые мякоть само как ее по другому назвать ядрышки ели вот ну например для профилактики онкологии почему бы и нет тогда согласен а если бы просто проверили максимум так проще было утопить тогда бы а не раскалывать в общем мне это стало интересно по-моему вы еще заказали зачем тут эти колоды ну посмотрим хозяин барин так Сергей Александрович здравствуйте Викулова поправляюсь я не нашел ни одной косточки без семечка или с общим семечком принимается Валерий Кустиныч вы у себя проверяли значит косточек супер вошли они и от засухи нет вот дело в том что у меня кончилось тем что из меня выжали все до единого косточки как у меня как тряпку досуха меня выжали ну это как тряпку выжимают досух так и тут не от той косточки вот в последний момент уже осадили вот а потом знаете что такое безденежное нет а знаете по-моему среди нас нет этих как выгодно по-другому называть олигархов нет что такое безденежное вы знаете я потом уточнил говорю племянник что она что садила нет еще а я думал посадила ну и слава богу что нет уехали они не с концом не знаю что дальше а зато отвечу на такой вопрос так а вопрос такой значит меня не спросили а скажу я заехал вот там где супер Серафим там где Королевский с огромными плодами что я вижу следы полива ну это частный сектор это обыкновенный сельский дом следы полива видел у хозяйки не было я так это походил походил и текать значит через соседей зашел вот через знакомых вижу полив был в отличие от моих такая же мелочь и супер Серафим довольно мелкий никакой гигантизма нет я сразу говорю вот это не значит что он не гигантизм вы видели эти фотографии они же не выдуманы вот это не фотошоп вот поэтому все таки я их продавать буду я уже с хозяевами договорился тоже на поехали знаете я его называл несколько фамилий да там Бодор с моим этим Петром Великим там Чернобаев с моими этим самым с моими сортами у него почти и сад из моих сортов вот потом еще кого кто у меня в доле вот значит еще ой память у меня Володя 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 я сегодня устал сегодня все чувствую вот это да Вадим Александрович помню сто раз назвал фамилию кроме этого самого в общем в общем у нас вот я вот нас сколько мы все в пальчике получается почему потому что это не случайные сорта это не случайные косточки семечки это не случайные чернки это все лучше в Сибири вот в моей команде вот в этой все лучше и Сибири включая Европу еще включая Украину Белоруссию теперь я смело говорю Украину вот потому что если там есть что-то такое но такой морозойка сибирь опять ах кандидат наук умнейший доклад стоит возле саженцев черешневых на некоторых саженцах даже плод есть изувеченные в жутком виде я делал фотографии прямо с этого прямо с экрана но показывать неудобно и сомнений видом говорит 26-28 это предел дальше замерзает где же мы такие температуры нашли на что они обречены да на смерть обречены вот те же цифры называют и по персикам а у нас таких теплых зим нет а черешни есть и у нас персики тоже самое вот фильмы вы видите я уже показывал персика с верной фотографией с плодами теперь значит возвращаюсь к тому что все-таки можно ли считать если вдруг очень большой выражай нашей команде вот в этой так и они они не крупные но название никто не отменял это все супер сорта королевский рыжий бай академик и так далее и так далее фаина вот оплодил два раза мельче косточки мельче в следующем году наверное все станет на свое место не могли это только результат страшного без это страшной засухи вот а вы как спросили Александр вы все проверяли а зашли а вы все проходчики ну короче проходчики это я уже сказал вас только супер серфим интересует ладно проехали я немножко начинаю ошибаться возвращаемся к Светлане это на данный момент самое серьезное письмо вот ее так вы ничего не написали нет вы не написали Светлана допустим берем все тогда мои абрикосы не мои комедия течения так от него избавляться нельзя наоборот комедия течения это значит деревья очень сильно болеют деревья потрескались у них кора и комедия течения это всего лишь попытка дерева залечить трещины в коре вот это есть комедия течения это лечебная смола она настолько лечебная что ее собирает в промышленных масштабах и использует кстати сказать я не знаю подробнее как ее использует вот но мой приятель тот с сотнями килограмм ее собирал комедия ну в этом простороние ее еще называют живицы комедия это больше к науке а живица больше к людям но это одно и то же и так получается что я считаю что избавляться от комедии нельзя ни в коем случае я сейчас был в деревне сегодня и снял небольшой сюжет с чего он у меня начался я шел из участка номер 3 на участок номер 1 и наткнулся на кровь лепешку чуть не наступил свеженькая такая прям чуть ли не не булькает вот представляете эту картину и тут я вспомнил что в 21 веке в 21 году еще раз в 21 веке в 21 году в прошлом году вот когда была дискуссия между мной и крупнейшим человеком в мире по производству не по производству а по обращению испытанию именно абрикосов так на вопрос о комедии ответ был все тот же берем соскребаем вырезаем все вот комедии ну естественно все это с мясом вырезаем то есть до живой ткани и замазываем вот той самой лепешкой дерьма я как раз возле нее стоял и издевался и это при том что это страшная Светлана ошибка невероятная страшная страшнейшая невыносимая ошибок из ошибок когда дерево практически залечено не всегда комедии помогает оно может дальше дерево разрушаться потому что ему тут делать нечего вот я допустим не знаю в данном момент дело ну то что в России это 99-90 а в России без морозов не бывает это вы знаете что Россия это все таки страна как называют шутливо вечно зеленый помидор что даже помидоры не возревают какое же там это и вот это вот короткое лето когда деревья не успевают толком не заживить раны предыдущие они не успевают вызреть до конца кора даже а потом зима кора трескается все это добавляет еще этот идиотскую краску для белую краску специальную да вот и еще начинает вырезать кометь приближая ее конец значит ваши действия ничего не делать не белить не красить не резать тем более не замаживать не убирать кометь это данность сколько ему предстоит прожить столько предстоит почему сеется меньше у привитых больше сеется здоровее они как правило чуть-чуть дичее они используются чаще всего они используются для подвоев то есть у них главное это не плоды а морозостойкость поэтому чем они дичее я уже слово дичее образно говорю изнокультурные лучше перевать те же яблони вот ну чуть-чуть дичее так по-другому скажу тем они надежнее и значит меньше подвергаются разрушению коры а значит комедии течения а привитое любое привитое дерево это ка-ле-ка запомнили ка-ле-ка вот эта ка-ле-ка она трескается по ка-ле и лечится с помощью комедии течения вот но это данность вылечить никогда не вылечите ничем а то начинается вылечить и потом еще попрыскайте кто пишет для профилактики кто просто пишет попрыскайте вот попутно еще появляются естественно и грибы но тут уже дерево причиной есть еще грибы появляются вам тут же посоветуют эти грибы уничтожить грибы не уничтожаются они не уничтожимы вообще они могут чуть-чуть притихнуть когда их польют ядами да они живые скукорцы съежатся даже если это случится и они начнут развиваться медленнее а дерево это не поможет как болело так и будет болеть как умирало так и будет вот это жестокая правда ну так я не узнал мои не мои вот и тут еще нам осталось послушать Антонину Скугорева Антонина это Кемеров это школьный сад вот который она так как бы сказать так самотверженно учила детей выращивать так и ждем что она напишет и где-то уже близок конец подождем 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 ага в прошлом году сентябре двухлетка абрикос светился множеством капелек на месте каждого опавшего листочка он просто переливался в солнечных лучах но весной он не проснулся поэтому эта красота сигналила о проблеме это все как говорится клиент скорее мертв чем жив никуда от этого не деться так друзья пока больше никто не пишет наверное мы это и закончим я прошу прощения за мой митинговый семинар всего две темы в принципе осветил толком но это первая про посадку пользы больше все-таки пусть эмоционально но я вам рассказал про проблемы связанные с посадками летней зимней позднезимней со сертификацией без сертификации все-таки от половины вебинара польза была будет ли когда-то польза от того что нам нужно порядок наводить в стране в целом и на вебинарах то есть вебинарах на этих обсудоводстве в целом менять все менять программу облачения студентов школьников вот прекратить всю эту дуру эта дурь вопиет мы так же привыкаем к тем дорогам мы даже перестали материть годами десятилетиями никто ничего не ремонтирует мне устало от того что кто только побывает на западе и начинает нас проклинать да что это такое не жаль трудно эти же дороги отремонтировать и эти деньги которые на дороге направлены чтобы вот этого не было чтобы мы сами себя не позорили чтобы нам не говорили те же эмигранты которые уже в Германии привыкли не замечаем не замечаем какая идиотская программа в школах ну все кажется последний написал написал спасибо за вебинар все по делу а это вы Антонина ну все больше я вижу писем нет а вы написали что все по делу вот за это вам тоже спасибо успокоили меня иногда мне кажется скромнее никому не до чего дела нет я не вас имею ввиду только от нас ничего не зависит к сожалению к огромному до свидания друзья я заканчиваю до следующего понедельника ну а там все тоже те же проблемы но будет много очень много фотографий интересных до свидания друзья кому-то спокойной ночи кому-то доброго вечера я с вами прощаюсь на неделю только на неделю до свидания до свидания